МКБ зашел в Элекснит МКБ зашел в Элекснит Банк может передать сети свои терминалы Газета Коммерсант номер 61 от 8 апреля 2019 года Строение 8 Московский кредитный банк, МКБ, стал акционером терминальной сети Элекснит Принадлежащей Роснефти и группе Регион Банк может передать сети свои терминалы, а сам будет пользоваться ее услугами Эксперты считают сделку более выгодной для Элекснета, чем для МКБ МКБ в конце 2018 года получил 49% в Элекснете Сообщил твердый знак источник в банке, а затем подтвердили в его пресс-службе Долю банк приобрел у кипрского офшора Элекснит Холдинг Лимитед Который владел 100% небанковской кредитной организацией Московский клиринговый центр Отвечающий за проведение платежей Элекснета Сам офшор в 2018 году приобрели у граждан, основателей сети и фонда Мент Капитал Структуры группы Регион и структуры Роснефти Таким образом, они сохранили 51% в Элекснете 11,2 тысячи Объединенная сеть платежных терминалов МКБ и Элекснит Элекснит начал сотрудничать с МКБ сразу после покупки сети структурами региона и Роснефти Уже в сентябре в терминалах компании появилась возможность оплачивать кредиты МКБ, а в ноябре терминалы банка позволили пополнять кошелек Элекснета По данным самой компании, в ее сети сейчас 4,2 тысячи устройств Эту информацию подтверждают и в МКБ Ключевая особенность в том, что Элекснит оказывает услуги именно через собственную сеть Пояснили в банке, у МКБ собственных устройств более 7 тысяч В результате слияния инфраструктуры образуется сеть более чем в 11 тысячах устройств фактически во всех регионах РФ Единый парк займет второе место на рынке по выручке, доступности сети, количеству получателей услуг Перевод терминалов под банковские нужды с расширением функционала позволит объединенному оператору занять долю рынка порядка 6% по количеству терминалов и около 25% по выручке, уточнили в МКБ По данным ЦБ за 2017 год, более поздней статистики нет, в целом в России работает около 350 тысяч платежных терминалов небанковских организаций чуть меньше 10 тысяч у банков Исходя из этого доля общей инфраструктуры МКБ и Элекснета на рынке составят около 3% Как уточнили в МКБ, в перспективе планируется создать возможность для клиентов банка из малого бизнеса осуществлять через новые терминалы самоинкассацию, проводить расчеты с клиентами и контрагентами Необходимость получения доли в Элекснете в МКБ объясняю тем, что так удобнее внедрять новые услуги с учетом того, что на стороне МКБ уже есть технологии самоинкассации По информации источника твердый знак, банк рассматривает возможность передачи всех своих терминалов Элекснету В пресс-службе МКБ эту информацию комментировать отказались В Элекснете не ответили на запрос твердый знак Между тем эксперты не считают покупку доли в Элекснете целесообразной для банка Сейчас активно растет доля безналичных расчетов, а количество банкоматов снижается И в этих условиях логичнее заключать агентский договор Считает председатель правления Национального платежного совета Алма Абаева МКБ мог просто сделать Элекснет агентом по приему наличных для банка в терминалах сети С этим согласен гендиректор аналитического агентства бизнесдром Павел Самиев По сути, это очень крупная сделка на рынке, где много быстрорастущих конкурирующих альтернатив Уточняет он, все они в виртуальном пространстве, и их будущее более очевидно Для Элекснета, наоборот, сделка выглядит выгодной Мне кажется, что Элекснет потерял какую-то динамику развития и долю рынка Считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова Для него партнер в виде банка, который на своих условиях наполнит терминалы продуктами Создает возможность развиваться Вадим Арапов, Ксения Дементьева Создает возможность развиваться